Теперь переходим к ситуации в Сирии. Обстановка в этой стране остается сложной. Сирийские правительственные силы продолжили активные боевые действия по уничтожению террористов из ИГИЛ, Хият-Тахри-Рашан, других аффилированных с ними террористических группировок в провинциях Дамаск, Хама, Хомс и Дараа. Правительственные войска развивали наступление в Северной Хаме за свои провалы на фронте террористов в стиле мирным жителям, обстреливая из минометов и ракетных систем населенные пункты, включая христианский город Мхарба. В Восточной Гуте происходили ожесточенные столкновения между боевиками армия Ислама с недавними так называемыми соратниками из ведомой Нусровцами Хият-Тахрир-Ашам и Фейляк-Ар-Рахман. Входящая в состав Сирийской свободной армии группировка Львы-Востока атаковала позиции ИГИЛ в Восточном Колумуне. Сохраняется двусмысльность вокруг инцидентов в Хан-Шейхуне 4 апреля. Нас очень тревожит отсутствие до сих пор адекватной реакции со стороны Организации по запрещению химического оружия на российское предложение направить в Сирию профессиональную миссию из экспертов этой организации. И конечно, как мы и предлагали, необходимо составить на сбалансированной географической основе для полного и беспристрастного установления всех деталей произошедшего эту самую миссию. Вместо этого нас кормят разного рода такими выводами каких-то по большому счету самозванных экспертов, которые построили всю доказательную базу обезоговорочной виновности сирийского правительства в использовании химического оружия в этом сирийском населенном пункте. Дистанционно, без выезда на место, без обследования места предполагаемого удара, как они утверждают, удары сирийской авиации. Все выводы построены на основе анализа материалов из интернета. И все это, конечно, в большей степени похоже на анализ, который был состряпан в большей части радикалами и сирийской оппозиции. Хотел бы сказать тем, кто пытается таким образом найти доказательства, вы просто не там ищите, господа. Виновность надо искать среди тех, кто заинтересован в эскалации ситуации, а не в налаживании политического процесса и сохранении мира на земле. Сирийское правительство к таковым никак отнести нельзя, их никак нельзя отнести к стороне, которая заинтересована в продолжении кровопролития. Уже не раз говорили, и еще раз хотел бы подчеркнуть, необходимо проведение полноценного международного расследования, по итогам которого будет возможно определить, что на самом деле случилось в Хан-Шельхоне. То, что западные партнеры всячески блокируют направление такой миссии, утверждает нас во мнении, что правда им не нужна. В зоне нашего повышенного внимания остается гуманитарная ситуация в Сирии. При участии российских военных, нуждающимся в провинциях Алеппо, Латаке, Хомс, Эс-Сувейда, доставлялись продукты питания и товары первой необходимости. По воздушному мосту российскими самолетами с использованием парашютных систем продолжалась доставка грузов, выгруженной игиловцами ДРЗОР. В результате работы со всеми сторонами конфликта удалось обеспечить прибытие ООНовского гуманитарного конвоя в составе 51 грузовика в крупный город Дума к северо-востоку от Дамаска. Хотели бы отметить, что силы, пытающиеся политизировать вопросы оказания гуманитарной помощи, продолжают спекулировать на теме отсутствия медикаментов в контролируемых боевиками районах. Факты подтасовки информации, сознательного введения в заблуждение мирового сообщества уже не раз фиксировались в том числе представители международных гуманитарных организаций. Так было, например, в конце прошлого года после освобождения от боевиков восточного Алеппо, где были обнаружены склады с лекарствами или буквально на днях после завершения операции по эвакуации боевиков из Мадари и Заводани, куда уже начали возвращаться мирные жители. В этой связи особую озабоченность вызывает информация о проводимой террористами конфискации из аптек и клиник, которые обслуживают гражданское население Восточной Гуты, медикаментов и их перенаправления на базы джихадистов в Арбине, Замальке и Думе. Цель, очевидно, вновь поднять шумиху о том, что местное население якобы полностью лишено доступа к медицинской помощи. Как вы знаете, сегодня в Астане завершается четвертая международная встреча высокого уровня по Сирии. В ней, помимо стран-гарантов режим прекращения боевых действий России, Ирана и Турции, принимают участие делегации правительства Сирии и ряд отрядов вооруженной оппозиции, а также в качестве наблюдателей США и Иордания. И, конечно, специальное послание генсекретаря ООН по Сирии господин Демистура. Мы ждем официального окончания мероприятия. После этого можно будет проанализировать итоги, предметно говорить о результатах новых предложений, инициативах, которые, по нашему мнению, будут способствовать укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии. Это же касается и идей создания в Сирии так называемых зон снижения напряженности или деэскалации и, конечно, в всем комплексе, связанных с этим вопросом. Субтитры создавал DimaTorzok